добрый день сегодня мы с вами разберем еще несколько вариантов резинки на основу на основе классической 3 на 3 сегодня это будут ажурные узоры вот первый раппорт узора зигзаг я уже сделала а теперь продолжим с вами вместе и так раппорт 3 лицевые 3 изнаночные стандартная резинка в начале ряда перед лицевыми делаем накид 2 вместе провязываем 1 лицевая 3 изнаночных как обычно по рисунку изнаночный ряд по рисунку и затем повторяем то же самое только накид и линии петель с другой стороны и так изнаночных накид 2 лицевые вместе 1 лицевая по рисунку накид 2 лицевые вместе лицевая изнаночные по рисунку и так до конца ряда провязываем изнаночный ряд как обычно вяжем по рисунку то есть изнаночные изнаночные лицевые лицевые в данном случае накиды у нас провязываются изнаночными полками вяжем до конца ряда так и вторая часть нашего рапорта привязываем доходим на нашего до наших лицевых 1 лицевая 2 лицевые вместе поворачиваем их чтобы не смотрели по рисунку у нас с накидом вправо накид 3 изнаночных лицевая переворачиваем петли по рисунку 2 вместе накид и так до конца ряда этот узор хоть и ажурный но он получается довольно объемные и рельефные и хорошо стягивает полотно так переворачиваем с накидом вправо накид вниз с наклоном вправо и так до конца ряда и так у нас получилась вот такая зигзагообразная резиночка на основании этого узора может вы можете придумать своим допустим подряд делать два убавления с накидом в одной стороне потом два подряд в другой чередовать или формировать такую елочку своеобразным очень интересным получается узор на более тонких нитках и тонкими спицами он очень смотрится рельефно и выгодно здесь и для удобства я вам показываю на толстых спицах с толстыми нитками поэтому немножко узор получается рыхловато и еще одну резиночку я хочу вам показать это резиночка тоже на основании 3 лицевых 3 изнаночных она будет с дырочкой посередине и так 2 лицевые провязываем вместе накид на лицевая как вы видите здесь уж совсем ничего сложного это просто такое дополнение украшение можно сказать если вас модель свитера совсем простая то не делайте уж совсем скучно свое изделие пытайтесь внести какую-нибудь свою особенность свою изуминку чтобы она отличалась от других типовых свитеров и кофточек так провязываем изнаночный ряд как обычно по рисунку так или следующим виду одна лицевая накид оставляем здесь же а провязываем изнаночными две следующие петли здесь смотрите давайте сразу чтобы не затягивать время разберем два варианта такой такого узора здесь у нас дырочки будут в каждом ряду а здесь мы будем чередовать этот рапорт провяжем по рисунку здесь опять сделаем накид 2 вместе и здесь по рисунку то есть в одном случае у нас она будет просто мережка внутри ряда из трех лицевых нитки натуральные в них много добавок встречаются и поэтому честно говоря не очень люблю натуральную пряжу в данном случае так так в первом случае у нас с вами получаете видите мережка внутри одного столбика здесь наоборот опять две лицевых вместе накид 1 лицевая то есть видите получается такая мережка здесь у нас с вами была дырочка внутри столбика теперь мы ее соединяем с первым вариантом вернее со вторым вариантом который мы с вами проходили в прошлый раз делаем из трех лицевых вяжем 3 лицевые и дырочка у нас окажется с вами внутри вот этого кружечка здесь у нас с вами мережка и здесь у нас с вами опять из трех лицевых 3 лицевые дальше по узору так вот что у нас получилось вот так у нас выглядит наша резиночка с ажурными решкой вот так выглядят наши кружочки с дырочками это вот точно такой рисунок как вот здесь только с дырочками и несколько вариантов резинки мы с вами освоили почти пол шарфика связали за это время экспериментируйте будьте особенными всем легких петелек так 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 Продолжение следует...